А сейчас новость, которая, думаю, совершенно по-разному заинтересует мужскую и женскую половину аудитории. Сегодня юбилей у самого красивого политика постсоветского пространства. В это трудно поверить, но Юлия Тимошенко 50. Какими только эпитетами ее не награждали. Украинская Жанна де Арк, Железная Леди, Оранжевая Принцесса. Побывавшая и в премьерском кресле, и на тюремных нарах, в этом году Тимошенко не смогла сделать себе главный подарок в жизни, проиграв президентскую гонку Виктору Януковичу. С тех пор о женщине с косой слышно мало, хотя, по свидетельству Айрата Шевалеева, иногда она все же напоминает о себе. Необъятные букеты и подарочные коробки привычной рекой текут к особняку под Киевом. Молодой сосед даже собирается забежать на огонек с поздравлениями. Зайдем поздравить обязательно на чаек. Но именинницу дома не застанет. Юлия Владимировна отключила сегодня мобильный и уехала из столицы, предположительно на малую родину, в Днепропетровск. Будет праздновать в узком кругу семьи. Эта камерность возможна потому, что ей юбилей совпал с днем поминовения жертв Голодомора. На Украине сегодня траур. А может быть скромность торжеств от того, что 50-й год жизни принес ей самое большое карьерное разочарование. Проигрыш на президентских выборах. Леся Украинка, писательница, поэтесса, национальная икона. Считается, что именно с нее Юлия Тимошенко скопировала свой хрестоматийный образ. Женщины с косой. Образ, который во многом и определил ее политический успех. К этому своему бублику на голове Юлия Тимошенко шла мучительно. И каждый раз изменение в ее имидже соответствовало перелому в ее биографии. Такой с небрежным темным коре на голове она шагнула в первые телевизионные репортажи и в украинскую политику. В 97-м году Юлия Тимошенко соратница по партии тогдашнего премьера Павла Лазаренко. К тому времени, как ее патрон станет подсудимым, она уже успеет отрастить волосы и собственный рейтинг. В 99-м году Юлия Владимировна начинает самостоятельную политическую карьеру, избираясь в парламент. Поиск своего места в политике сопровождается поиском единственно верного внешнего облика. Легкомысленная интернациональная бобетта превращается в украинскую косу вокруг головы. Но цвет волос не тот, опять не тот, а этот в десятку. Этот каравай на голове, как называют его украинцы, страшно пришелся ко двору, символизировал вроде как перемены с учетом исторических корней, пусть и крашеных. Косой восхищались, ее тиражировали на мировых подиумах и бесконечно обсуждали, настоящее или фальшивое. А уж какой простор для пародий. За годы премьерства Коса вместе с ее хозяйкой потеряла свою новизну и привлекательность в глазах избирателей. По совпадению, тот самый памятник Леси Украинки стоит перед зданием Центра избиркома, который и констатировал в выходящем году грандиозная фиаско Юлии Тимошенко. Ее собственные слова, сказанные перед прямым предвыборным эфиром, оказались пророческими. Пропало все. Нет. Внимание, тишина. Сначала поставьте, у меня не то на суфлёре. Эта галерея женских образов во многом объясняет феномен Юлии Тимошенко. Она всегда такая, какой нужно быть в этот конкретный час и легко меняется под воздействием обстоятельств или толпы. Говорят, в последние дни она снова подкорректировала стиль. Коса вокруг головы осталась, а вот пробор по-хулигански сместился на бок. Для ее политических конкурентов повод задуматься.